Музыка Так, теперь Я получаю Вот такое Я использую все для учебы И для вашей учебы Вот Это разница между дикоросами Между Культурными саженцами Дикоросы это имеют Прямо лес, тайга Лес, перелески И между зеленым насаждением В городах это самые страшные мученики Вот их не жалеют Я между ними разницы принципиально не делаю Все это вам пригодится А я скажу коротко Получаю приглашение Второй раз Меня льстит, что там Только моя Там не то, что там полсотни этих Электронных И всем сразу Нет, только железу прислали Да Чего-то они про меня вдруг И садоводство тут ни при чем Видите Ну зато есть озеленение территории А сколько критики А вспоминайте А Было с моей Потому что Что Сейчас я скажу Что Когда-то я взял Вот это Вот сделал фильм Так Уборка листвы Глупость Расточительства Перед этим был еще один фильм Так Более И Наконец я вспомнил Хлопнулся по лбу Вот так Илья Александровна Савельевич Вы в Краснодарске живете Вы можете представлять Наш Нашу как бы Уже можно сказать Нашу группу Пальцы загибаются Киселев Все тот же Этот самый Антон Все тот же Павел Вот Все тот же Пащенко В общем Наша компания Почему нет И Выступите Я вам предлагаю Выступить Для вас Я начал готовить То что очень важно Считаю Для нас всех Сцелителей Которые Ходят по улицам Которые Выкладывают Огромные деньги На бесполезную Дикую Глупую Невежественную Смертельную Для деревни Работу Мы все Платим Все до единого То мне это Поэтому я Начал для Елены Александровны Накидывать Ну назовем это Памятка Или это Черновик Или как еще Назоват Вот Нельзя садить Длинные крупномеры Большие потери Опасны для Городов Выжившие Это все На моих глазах Трехметровые Садят Часть погибает Остальные Не погибают Но они С момента Попсадки Начинают Это Нельзя делать Геометрические Формы Кроны Дикороса Вот Почему Ребята С детства С детских садов Чуть ли не свисли Детям Должна быть Нушена Любовь Я потом Ниже К этому Вернемся Там есть Специальные Снимки Специальное Письмо Получил С этого С этого Деревья Деревья Которые Семечки Семечки Они идеальны Их нельзя Трогать Никаких Вот Сейчас Я спрашивал Я подходил К этим Несчастным Они Замучились Замордованные Больные Несчастные Женщины Пожилые Работают За нищенскую Зарплату Этими Дворниками Ну ладно бы Мели Но их заставляют Это делать И заставляют Белить Белить Эти газоны То есть Эти бордюры Вот Белить Деревья Зачем Белить Эти Деревья Делать Шары 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 С ума И им скажут Все Спроси Зачем А потому Что он потом Нашу Это включит То есть Мы за это платим А не потому Что ему хочется Любоваться Там Директору Какого-нибудь Нельзя Менять Форму Крон Без Необходимости Вот Необходимость Да Действительно Бывает Мешает По обзору Нельзя Убирать Скошенную Траву Обрекая На голову В общем Все Вот Это Мы С вами Проходили Так А вот Это То Что Никто Не Видит Кроме Меня Привыкли Это Табака Несчастная Там Уже Деревья Старая Кривая Горбатая Искалеченная Гнилая Падают Уже На голову Людям Машины Раздавливают Фу Вот И Если Значит Когда-нибудь Кто-нибудь Не знаю Кто Но Защитить Диссертацию Должен быть Экономический Анализ Потому что Мы могли бы Платить Этим Жекам Жовы Как их там Звать Господи Никто Чебы Вспомняты В два раза Больше Чем Надо Вот Если бы Кто знал Сколько денег Оттуда Уворовывается Вот Или просто Деньги на ветер Высказался Ладно Я получаю Как вы относитесь И мне приходит Письмо Вот все Мне молодцы Правда Меня завалили Так Ребята Не обижайтесь Еще Может быть В ближайшем Вебинаре Чего-то Ваше письмо Не увидите Через Вебинар Не увидите Потому что Невозможно А я Выбираю Наиболее важное Ну и стараюсь Какую-то Очередность Соблюдать Помните Там Какая Восхищалась Дама Наша Ну не дама Женщина Садовод Дама Да Вот Когда там Один из сайтов Написал Что Абрикосы Насеянцы Он подвой Правда Непонятно На каком А Или яблони Насеянцы Ну в общем Ее удивила Такая честность Хотя там Честностью Не пахло А здесь А вот Что такое Полукарлик Это у меня Спрашивают А я знаю Что до сих пор Это Знаете откуда Это Паучи Алябинска Вот их Любимые сорта Я до сих пор Понять не могу Китегинский Чемальский Это на уровне Моего мажорства Я понять не могу Где ваш Современный Это Но это Меня В данном случае Не касается Скромность Но Украшает В каком плане Лучше иметь В сибирском саду Скромный сад Чем никакого Правильно Может это и правильно Что они Скромные сорта Продают Ну что такое Полукарликовый подвой Я сам не знаю Вот Кухтарский Андрей К вам обращаюсь Вы там сделали Карьеру Я вам помог Сделать карьеру Я обращался К вам Вы мне позвонили Сказали Константинович Я обязательно Расскажу О ваших Удивительных клонах Которые у нас Показали себя Феноменальными Это его слова Прошло время Опять звонок Валерий Константинович Ты не успеваю я Ну я все равно вам Я говорю Мне бы фотографии Да будут фотографии Все я вам это Идут месяц за месяцем Вот Больше к Кухтарске Мне ни слова А вопрос то не ко мне А к нему Дело в том Что До того было Когда меня уже лет Наверное 10 Прошло 8 Когда меня приглашал Генеральный директор И возил Я видел там Да Я видел Эти самые Мажорские абрикосы Да Значит они у них были Я видел Поля из этих Из Тоже не к ночью Будет вспомнят Это Бесея Песчаная вишня На которую тоже Прививали Этот самый И никто никогда Не знал На что привито И никто И до сих пор Их таких Этим хозяйством Раньше Подчеркиваю Было Создано И уничтожено Уже Погибло В садах Садоводов Тысяча Из тысячи Десять тысяч Из десяти тысяч Проданных То есть А вот теперь Скажите мне А если Этот полукарлик Подводит Песчаная вишня Тогда я должен Ответить Не берите Ну я не знаю Я подставляю НПО А вдруг Все таки я человек Популярный Посмотрите Что делается Вы знаете Что Это Можете набрать Это Самая Мошенническая Фирма Бекер Да Вот Она скинула Роскошные фотографии Все те же И она скинула Цену До Двухсот Девнадцать Девять И это считается Что у них Сами вырастили Ага Сейчас Это значит Что Роскошные Абрикосы Там Такие Фотографии Двести Ну в общем Округляем Треста рублей Ну вы догадываетесь Вот Я там вначале думал Это я Это я сто раз Нажал мошенниками Я людей Отучил Выбрасывать деньги Что мошенники Вот это Продавая за огромные деньги Они Это Ну как сказать Воруют фактически Потому что Рисуют эти Самые Вот Ну вот у них появились Вот такие же фотографии Ну Триста рублей Ну понятно Что это Купили по сто Продали за триста Вот Ну Виноват Не я Знаете Еще почему Та же проблема У Сергея Железова Лучший Питомник в России Вы думаете Там очередь Машин стоит Первый год Тишина Осень Тишина Неделю Одна Две машины Вот Ну 50 посылок Разослал Это на всю страну Представляете На всю страну Вот так вот Они скоро Скинут Цены на 200 А потом они Обанкротятся Причина в другом Больше Сады не нужны Огромное Массиво Когда мне говорят Что у нас было 800 участков На даче осталось 50 И те разворованы Какое там Садоводство Ну что такое Полукарликовые Подводы Друзья мои Пожалуйста Обращайтесь В НПО Я вас прошу Только стоит Набрать Селябинск НПО Сад и Огород Пожалуйста И сообщите Задайте им Вопрос Там есть люди Специально Заточенные На это Они знают Как вам отвечать Вот Даже потом Разговоры Скажут Да Полукарликовые Какое Заминка Или Абрикосы Какое Абрикос А может быть Вы все таки Придаете на вишни Привитые на вишни В общем Постарайтесь Раскрутить Я должен ответить Ну что я сделаю Если Андрей Коктарский Не хочет со мной Общаться Человек Которому я помог Сделать карьеру Продолжение следует... Продолжение следует...